Четыре важных шага перед установкой брекета. Само по себе ортодонтическое лечение является достаточно сложным, а самое главное, длительным стоматологическим лечением. Поэтому перед тем, как его начинать, нужно быть к этому абсолютно готовым. И необходимо пройти четыре важных этапа подготовки. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу вам о том, почему так важен психологический настрой для ношения брекетов. У многих стоматологов есть вполне определенное заблуждение, что ортодонтическое лечение на брекетах нужно начинать только после того, как все зубы идеально вылечены, все, что нужно, удалено, и вообще челюстная система требует довольно-таки серьезной подготовки к ортодонтическому лечению. На самом деле данный подход не имеет никакого обоснования. И я объясню вам почему. В современной стоматологии известно, что правильное положение смыкания зубов является очень важным компонентом, по факту ключом к здоровью зубов. Поэтому, если у нас неровные зубы, неправильный прикус, то само по себе лечение, оно обладает значительно более низкой эффективностью, потому что проводится в условиях неправильной работы челюстной системы. Что в итоге может получиться? Если мы решили вылечить все зубы перед брекетами и только потом их ставить, это может вести к тому, что пока мы лечим одни зубы, проблемы могут возникнуть с другими зубами. Потому что прикус неправильный, и нагрузка на челюстную систему неправильная, неравномерная, то там, что здесь возникают так называемые узлы перегрузки, которые ведут к трещинам зубов, к сколам зубов, к их разрушениям и необходимости лечения. Во всем мире наиболее современным и правильным является подход, когда, прежде чем решить проблемы со здоровьем зубов навсегда, нужно исправить их положение и смыкание. То есть, ортодонтическое лечение создает некий фундамент, некую базу для стабильной работы челюстной системы, стабильной работы зубов и отсутствия их разрушения. То есть, можно сказать, что благодаря брекетам мы можем излечиться от кариеса навсегда. Поэтому, если у вас неровные зубы, и вы видите это, или стоматолог диагностировал у вас неправильный прикус, первое, что нужно заняться решением именно этих проблем. Создать фундамент для последующего решения проблем со здоровьем зубов на всю жизнь. А когда мы с вами говорим, какие же четыре важных этапа подготовки к брекетам, то я бы хотел их поставить в следующий последовательность. Я хочу, чтобы вы понимали, что современная стоматология, она использует европейские и американские стандарты. А в Европе и в Америке ортодонтическая и стоматологическая клиника это разные структуры. Что происходит у нас чаще всего? Человек, когда хочет решить проблему с положением и смыканием зубов, идет в ближайшую стоматологию. Но помните, любая стоматология прежде всего заточена на лечении зубов. Вам же нужно исправить их положение смыкания. Поэтому при выборе клиники нужно обращаться в те клиники, где профильное направление являются брекеты и лайнеры. То есть это должна быть ортодонтическая клиника. Ее еще нужно поискать. Потому что в современной структуре российской стоматологии ортодонтических клиник не более 3% по отношению к общему их числу. Поэтому интернет вам в помощь для поиска именно ортодонтической клиники. Кстати, с точки зрения ортодонтии, вы знаете, что бывших ортодонтических пациентов не бывает. За новым положением и смыканием зубов, которое достигается в процессе лечения, нужно следить. В среднем посещая врача-ортодонта один раз в год. Кстати, как эту ситуацию можно разрешить? Смотрите, например, в Америке есть определенная преемственность в ортодонтических клиниках. То есть по факту ортодонтические клиники, которые чуть ли не веками располагаются на одном месте, там всегда существует преемственность. То есть если врач-ортодонт заканчивает свою практику, то он должен либо передать клинику по наследству, поэтому там вот из поколения в поколение, кстати говоря, семейный бизнес ортодонтии передается. Как правило, дети врача-ортодонта, они также являются врачами-ортодонтами, которые забирают данный бизнес. Если такого нет, то клинику необходимо продать другому ортодонту, который продолжит данный бизнес, для того, чтобы все люди, которые обращались в эту клинику, могли продолжить обращение. И также, кстати, делают это из поколения в поколение. Вот что очень важно для ортодонтических клиник. Вся система работы в ортодонтических клиниках, как в нашей клинике, она заточена на постоянное наблюдение за пациентом. Это очень важно. Кстати говоря, а вот что для вас является самым важным в выборе клиники? Возможно, это цена, возможно, это положение, возможно, это репутация, возможно, это специализация, возможно, это конкретный врач, к которому вы хотите ходить. Напишите в комментариях. В современной ортодонтии существует четыре основных вида ортодонтической аппаратуры. Первое – это наружные металлические брекеты. Классика. Второе – это брекеты белые, керамические, менее заметные на зубах. Третье – это внутренние брекеты, которые абсолютно не видны. И четвертое – это элайнеры. Это съемные прозрачные капры. Такой съемный вид ортодонтического лечения. У меня на канале есть видео про разные виды брекетов и как их нужно выбирать. Ссылку оставлю в описании. Я должен вам сказать, что современное ортодонтическое лечение является достаточно комфортным для пациента. Сейчас, благодаря современным методикам лечения, мы смогли достичь того, что данное лечение фактически безболезненно. Все, что мы встречаем – это некоторый дискомфорт, который возникает после установки или активации системы, но он сохраняется в течение не более чем одной недели. Но сложность основная заключается в том, что ортодонтическое лечение длительное. Почему оно длительное? Потому что мы не делаем ничего искусственного. Мы перестраиваем наш организм биологически, физиологически. Это как фитнес. То есть мы качаем тело, приводим его в порядок. Это процесс длительный, это все знают. То же самое с зубами. Когда мы хотим на биологическом уровне изменить их положение, просто перестроить организм, в результате чего? О, это требует времени. Средние сроки ортодонтического лечения. Внимательно. Мировой стандарт от полутора до двух с половиной лет. Все, что говорят меньше, это первое либо некачественный результат, либо это всего лишь маркетинговый ход. Говорят одно, на самом деле происходит другое. Потому что есть мировой стандарт. Вот где основная сложность. Человек должен быть психологически готов к данному длительному лечению и посещением клиники, и встрече с доктором. Потому что это не одномоментная, не одночасовая манипуляция. Это длительная процедура, и на нее нужно настраиваться. Например, с чем мы часто сталкиваемся? Приводят родители, подростка, в возрасте 16 лет, который хочет исправить положение смыкания сбок. Мы говорим, супер, отличный возраст. Давайте сделаем это. Говорят, родители, отлично, все хорошо, мы готовы. Только он через полгода в Англию учиться уезжает. И не сможет приезжать постоянно. Или это будут большие сложности с приездом. Ну, то есть, если он где-то учится, ему нужно отпрашиваться с учебы, лететь на самолете для того, чтобы посетить врача-ортодонта для активации. Это сложно сделать. Или человек, который тоже хочет решить проблемы с зубами, но, например, каждые полгода он уезжает в командировку на год в другую страну. Поэтому, что необходимо обязательно учесть? К ортодонту нужно приезжать оптимально один раз в месяц. Возможно, один раз в два месяца. Допустимо, хотя бы один раз в три месяца. Ну, на какой-то там промежуток. Например, 6-12 месяцев. Но не реже это точно. Поэтому, если нет возможности посещения ортодонта, нужно выбрать то место, куда можно регулярно приезжать. На что не нужно обращать внимание? Ну, в частности, для девушек беременность. Беременность абсолютно совместима с ортодонтическим лечением. Поэтому здесь девушки вполне могут планировать свою жизнь, так как они считают это оптимальным или рациональным. Мы за беременность, за детей. Это никоим образом не противопоставляется ортодонтическому лечению в клинике.